привет сегодня у нас три красивых хита третьего поколения и сегодня нам нужно разобраться почему эти машины такие популярны какие у них есть плюсы и тут есть минус honda fit в народе считается как бы женской машиной поэтому мы решили спросить у марии как девчата выбирают автомобили и на примере вот таких вот цветных ярких фитов я хочу поздавать вопросы но и на мужчина будет вообще понятно что стоит покупать своим женщинам и советовать на что им обратить внимание ваш первый вопрос девчата о чем думают когда хотят поменять автомобиль так ну я думаю что девочки как и все думают прежде всего о бюджете о бюджете так первая бюджет допустим бюджет есть на что следующее дальше смотрим какая машина нам нравится просто внешне внешне да я бы дизайн там я так думаю что многие так выбирают дизайн цвет цвет какой двигатель привод гибрид не гибрид это но девчата смотрят где-то в последний момент я посмотрел на бюджет и на машину которая мне нравится внешне и внутренне да допустим салон а потом уже там думала чего выбирать гибрид это не гибрид и или что-то девчата в основной своей массе не задаются вопросом нормально ли будет ездить на данном моторика вот здесь вот полтора литрового моторы а есть там эти фиты с мотором 1 и 3 цвет но я не знаю я думаю что если брать еще жилье города владивосток например да если ты будешь ездить только по городу или ты будешь ездить куда-то ездить отдыхать то есть ты бы уже смотрела бвд на девочки же тоже понимают уже и в д этом не в д объем двигателя фиты третьего поколения очень разнообразны самые первые это мотор 1 и 3 100 лошадей передний привод на вариаторе также его можно найти в кузове гк-3 в кузове гк-4 это та же самая машина но уже полноприводная 1 и 3 мотор бензин следующие идут кузова гп это получается гп-5 это полутора литровый мотор мощностью 110 лошадиных сил плюс гибридная установка передний привод и есть гп-6 это полутора литровый мотор тот же самый лэп полный привод через кардан 132 силы я считаю очень удачная связка также в третьем поколении есть комплектация rs на полутора литровом моторе и на шестиступенчатой механики гибриды же обладают роботизированной коробкой 7 ступень honda fit в кузове гп-6 самый бюджетный гибрид с полным приводом есть еще автомобили с моторами 660 еще из гибридной установкой полноприводные но не будем брать их за пример потому что здесь уже боевой объемистый мотор по сравнению с малышкой 660 полный привод полтора литра бюджет начинается примерно от 740 тысяч за самые простые варианты без кожаного салона без круиза кстати ребят интересная особенность это honda везель которая сейчас набирает очень большие обороты очень много вообще звонков по honda везель так вот honda везель построена полностью на базе honda fit gp-6 у него такой же мотор лэп полтора литра такая же гибридная установка на 22 киловатта и полный привод через кардан в общем fit это маленький везель поставьте сюда проставки плюс два сантиметра поставьте чуть чуть побольше колеса и в принципе у у вас тот же везель в гп-6 салон не отличается вообще ничем нету кнопки каких-то блокировок и прочего у вас в gd сама работает когда этой машине нужен еще и задний привод поэтому покупая фита в кузове gp-6 также ориентируйтесь на fs и l комплектации ничего другого вы здесь не найдете как от переднеприводных версий все то же самое здесь у нас хорош комплектация здесь кожа на сиденье кожа на руле есть круиз за салон fit у все-таки пусть он и дешевый пусть нету шумки но мне нравится 4 из 5 я поставлю этой машине салоны у honda прям вот машина за машиной идут вот такие желтый fit у нас кузов gp-5 он у нас самый простой у него фара не линза у него простой салон у него нету круиза и его бюджет за gp-5 кузов примерно начинается от 6 120 еще самая интересная особенность то что honda fit делают очень много цветов здесь наверное самые яркие представители и они что самое интересное самые дешевые цветные fit и не так ценятся в цене черные и белые но согласитесь приятно глазу купить вот такого салатового желтого фита и просто каждый день в этой российской серой действительности садится в эту интересную машину еще из полутора литров мотором из гибридная установка но правда передний привод и все это за каких-то там 650 тысяч рублей я считаю удачный выбор клиента желтый fit у нас самый пустой то есть у него нету кожаных вставок у него подлокотник он идет пониже он не кожаный он формы вот такой вот подручник чтобы место оставалось но у нас здесь сенсорная печка у нас та же самая приборная панель которая со всеми ее лампочками всякими режимами там и прочим у нас нету круиза у нас нету кожи на руле у нас нету управление печкой и у нас нету линзовой фары здесь честно говоря если я бы хотел бы фита купить и у меня был бы небольшой бюджет я бы даже покупал бы пустого фита потому что он все равно технически очень крутой автомобиль и как-то из-за каких-то кожаных вставок платить 70 80 тысяч в гору не знаю здесь у нас небольшой пробег сто десять тысяч для фита да это еще небольшой пробег но построен с этими тремя он как бы самый большой но состояние салона состояние кузова хорошая и купить бюджетно такую машину еще и в желтом цвете в бюджетном цвете не ценится на аукционах желтый цвет я бы сделал бы выбор бы в пользу агрегатов и купил бы все-таки функционал этой машины они кожу на руле и какой-то подлокотник с кожей и повыше последний фит в сине-голубом цвете идет друзьям моих друзей бюджет данного автомобиля 800 тысяч рублей у него очень хорошее состояние это видно по моторному отсеку он очень чистый то есть и скорее всего ездил в городе gp5 полтора литра 22 киловатта передний привод состояние очень хорошее салон максималка кожаные вставки круиз музыка вообще все что хочешь линзовая фара маленький пробег 800 тысяч рублей когда вы покупаете данную машину года три вы отъездите без каких-либо вообще вложений в двигатель в робот и прочее будут ездить наслаждаться по хабаровску салон honda fit это наверное одно из самых интересных но и слабых мест у него очень симпатичный селектор который также перекочевал honda shuttle везеля и это присуще только роботу версии gk3 у них обычный селектор такой страшновато здесь джойстик очень круто выглядит вообще в принципе дизайн салона мне очень нравится торпеда развернутая на водителя сенсорная печка магнитофон врезанный на удачной высоте приборная панель очень красивая все вот эти лампочки показания что происходит с машиной все это очень информативно красиво у honda было время чтобы понять что нравится пользователям их автомобилей но материалы fit а это одна из самых слабых сторон его то есть все равно зимой это сверчки пластик он скрипучий зимой вы это услышите руль сделан кожей есть кнопки есть круиз где вы можете также управлять что он показывает машина к рулю нету вообще претензий мне он очень нравится еще вам хочу сказать если вы катаетесь на низком профиле мало ли вы себе поставили какие-то колесики то имейте ввиду если у вас будет пробой резины то без запаски вы навряд ли уедете потому что здесь компрессор и гель который ну какую-то большую дыру он не заделает вот 5 колеса нету потому что здесь они сделали батарею ну как и практически во всех гибридах запаски нету дизайн третьего поколения fit of мне очень нравится и конкурент ее прямой toyota аква мне тоже нравится но у fit of все таки внешность более спортивная такая более агрессивная и из женского хэтчбека как можно назвать первое второе поколение fit of третьем поколении они все таки сделали унисекс и автомобиль подойдет принципе даже для парня я бы самый честно говоря бы ездил бы на эту машину на гп5 вы ребят давайте быстренько пробежимся по плюсам и минусам fit of третьего поколения давайте начнем с минусов первый минус это исполнение качества салона то есть какой пластик использован и вообще отделка наличие шумоизоляции резинок херовенько но сделали симпатично но я все-таки материал салона отнесу к минусам второе эта машина очень жесткая по подвеске да есть плюсы от этого но в режиме городской езды мне более приятно аква подвеска жесткая третье это клиренс он маленький поэтому сюда проставки 15 колеса никаких 14 но 15 колеса будут влиять на расход и скорее всего на нагрузку на робот поэтому с этим нужно прям вот с людьми у которых есть опыт владения такими машинами на других колесах пообщаться в принципе это все минусы этого поколения я не буду брать за минус то что эти машины не живут 300 плюс пробег потому что ну так они сделаны вы получаете кайф за ездой вы получаете динамику но за это платить тем то что эта машина не пробегает даже 400 тысяч самое главное это плюсы honda fit 3 поколения первое это поставим экономичность эта машина реально очень мало есть 1 и 3 полторашка гибрид и даже водовая версия они все примерно в одном диапазоне расход можно пенсионерить вообще очень жестко и получить вообще минимальные цифры но мы возьмем обычную гражданскую езду у гп 5 среднем 67 литров по городу в владивостоке люди получают такие цифры на гибриде если вы ездите по трассе вот многие думают что гибрид по трассе будет вообще нюхать нет это не так потому что трасса у вас высокая скорость у вас всегда работает бензиновый мотор вам помогает гибрид вас подталкивает но цифры у honda fit в городе будут лучше чем при езде по трассе 6 литров хорошие цифры на фите гк3 где 1 и 3 мотор там еще ниже цифры можно получить если у вас город как комсомольск какой-то ровный до города сибири еще у вас вообще будут они также хорошо стартует то есть настройка их мотора настройка крутящего момент она такая что эта машина на низах она очень хорошо едет и также они настроили honda аккорд cr6 cr7 эти машины очень хороши вы будете получать кайф от его динамики третий плюс это я назову что fit и очень ликвидны эти машины они наверное занимают вообще первое место в хэтчбеках по ликвидности люди их любят эта модель проверено временем эта модель живучая во всех поколениях поэтому покупая fit если вы его еще купили с честно пробегом из японии вам не придется продавать его в минус я уверен что вы минимум продадите его за те же самые деньги а возможно даже и дороже четвертый плюс это салон он красивый яска я отнес в минусы отделку материалы но именно как он исполнит то что у него задние сиденья в разложенном состоянии делают ровный пол это очень большой плюс и пятый заключительный плюс это его внешность fit и реально очень симпатичные машины наверное самый симпатичный хэйджбэк с правым рулем плюс еще то что honda они знали то что эта машина все-таки молодежная что нужно как-то разнообразить нужно сделать эту машину чтобы ее хотелось купить поэтому они добавили сюда вот такие вот цвета интересны вы можете найти классику серый цвет вы можете найти черный цвет вы можете найти бордовый цвет очень редко и можете найти белый цвет в общем если у вас есть какие-то предпочтения по цвету вы хотите что-то интересное вы что-то хотите яркая honda fit вам это даст сделать если вы еще купите на линзовой фаре поставите туманки если их не было очень симпатичная машина ночью когда у него горят стопы когда горит передняя оптика эта машина очень красивая ребят и цены для народа какие вообще gk3 стартует от 500 тысяч рублей gk4 это полный привод с мотором 1 и 3 на вариаторе от 580 тысяч рублей кузов gp5 стартует от 610 тысяч рублей кузов gp6 это полторашка гибрид 4 воды через кардан стартует от 700 30 740 тысяч это я вам говорю цены за хорошее состояние пробег в районе сотни не мусор если вы видите цену в россии ниже без пробега ниже этих цифр то не совсем честная машина в общем honda fit это красиво со всех сторон и ですね но и